Всем добрейший день! Сегодня мы с вами будем обсуждать эксперимент Вселенная 25. Если вы не слышали, то сегодня я даже покажу QR-код, где можно выйти на источник оригинальный, что же там писали в этом небольшом отчете, в этой статье. Меня зовут Миша Гис, я уже седьмой год в онлайн-образовании, сдал ЕГЭ по биологии на 96 баллов, поступил на биофак СПБГУ на бюджетную основу и также подготовил уже более 4,5 тысяч учеников. И по статистике мои ученики сдают на 80+, в два раза чаще, чем все выпускники по России. Также, если вам интересна биология и вы любите ее изучать, то присоединяйтесь к моему личному телеграм-каналу, называется Царство Морфея, либо можете по QR-коду перейти, так будет быстрее. Там я провожу бесплатные марафоны, записываю кружочки, общаюсь в комментариях, отвечаю на ваши вопросы и публикую разные полезности для подготовки к ЕГЭ. Теперь давайте начнем. Во-первых, есть такой эксперимент. Вселенная 25. Вы можете по QR-коду перейти на ту самую статью, где шла вся речь о том, что вообще происходило там. Но я вам дополнительно расскажу много интересного. Изначально человек, который ставил этот эксперимент, он как бы в итоге выделил две стадии смерти. Этих мышек, над которыми он ставил эксперимент, это смерть духа и физическая смерть. О них мы поговорим чуточку позже. В целом, он был не супер-пупер хороший, этот эксперимент. Объяснять будем тоже позже. И в целом, сейчас, вот в данный момент, можно встретить много разных статей, которые ссылаются на Вселенную 25. И это перековеркается очень сильно. Если передается вот так из уст в уста, и если не смотреть на оригинальный источник, то можно сразу понять, что вот, мы скоро вымрем, у нас так много, мы используем слишком много ресурсов. И именно эта статья с ее формулировками дала толчок псевдонаучно-популярной среде и создала миф, что избыток ресурсов, большое количество ресурсов, оно ведет к вымиранию популяции организмов. То есть, это было на мышках сделано и перевели это все на человека. То есть, аналогично. Также, он в своей статье ссылался на откровение Иоанна, богослова, что уже тревожный звоночек. Но мы все-таки с вами рассмотрим, что же там было. Что это за эксперимент? Эксперимент был запущен этологом. Это ученый, который изучает этологи, как бы сказала, Википедия и различные другие источники в Гугле. Это ученый, который изучает поведение. Звали его Джон Б. Келхоун. Келхоун, точнее. И он хотел изучить, как изменяется поведение людей в условиях очень высокой плотности населения. Он считал этот эксперимент актуальным, потому что численность населения, она довольно быстро начала расти. Это было в эпоху послевоенного бэби-бума, то есть, когда, ну, начали размножаться люди, активно размножаться. Опыт начался в 1968 году. И люди думали, будет ли вообще перенаселение. Вот сейчас мы с нашими 8 миллиардами думаем, будет ли, не будет. Ну, естественно, когда-то да будет, но это уже другой вопрос. Итак, что было в этом эксперименте? Экспериментаторы, они поместили в специальный загон 4 пары мышей. Это они сделали, чтобы выяснить, получится ли, что вот если у мышек не будет какого-то недостатка в воде, еде, в гнездышках, чтобы размножаться в местах, и у них будет полная свобода жизни, что вообще получится из этого всего? И в результате численность мышей, она достигла некоторой критической отметки. Это 2200, насколько я помню. И сам загон, он рассчитан был почти на 4000. И потом эта популяция, она пошла на спад. И в конце концов, вся эта мышиная ферма, она погибла как бы. Что было в этом загоне? Это был такой куб, где было тепло, чисто, было достаточно воды, было достаточно корма и материала для того, чтобы строить свои жилища, маленькие такие гнезда. Сам куб имел размеры 2,5 метра почти, каждая сторона, и высота 1 метр 30 сантиметров. Поделено это все на 16 секций, на каждой стороне было по 4. Там имелись свои кормушки, свои поилки, и было 4 туннеля, которые вели к 4 гнездам. И это, сказали, вот это идеальное условие, это потрясающее условие, это просто рай для мышей. Там имелось также 256 гнездовых ящиков. Они рассчитаны на 3840 особей, чтобы там все это поместилось, жило нормально, и в будущем как бы у них не возникло проблем с этим. Но даже школьники, которые сдают ЕГЭ, знают, на эксперимент может повлиять абсолютно все, что угодно. Именно поэтому необходимо исключать любые другие воздействия. И сейчас мы будем с вами рассматривать, правда ли это вообще рай, будем критиковать. Ну а предварительно я вам расскажу, что у нас есть специальный курс для подготовки к ЕГЭ по биологии. На нем мы изучаем теорию, практикуемся. У нас есть собственная платформа, на которой вы выполняете домашки, смотрите уроки, следите за своей успеваемостью. Также там мы размещаем конспекты, полезные материалы и календарик дедлайнов, чтобы вы понимали, когда у вас веб, когда домашка, какая домашка, чтобы вы все успевали. Также вебинары будут проходить в онлайн формате, в виде трансляции. Вы задаете мне вопросы иногда, если возникает, я вам задаю вопросы, и мы друг другу отвечаем. Также я иду по теории, которая заранее, конечно же, заготовлена. Она также у вас отображается в скриптах. Это что-то типа шаблона конспекта, который вы печатаете, либо можете в электронном формате заполнять, если у вас есть там планшет. И после этого у вас остается конспект темы, который можно повторять когда угодно, где угодно, с кем угодно. Вот. Такие скрипты, они помогают структурировать материал и запоминать лучше разные темы. Там все самое основное есть. Домашние задания у нас составляются на основе актуальных демо-версий и кодификатора FIPI. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ученик решал аналог ЕГЭ, уже заранее понимая, что его ждет в будущем. Ну и эту домашку в дальнейшем проверяет ваш личный наставник и разбирает все ошибки. По практике. Всего у нас за год получается 76 тестов, 58 вторых частей, разные зачеты, пробники, творческие задания, для того, чтобы вы всегда понимали тему и все ее детали. Вообще практика это одно из главных преимуществ любого курса, но у нас она всегда составляется так, чтобы быть очень близко к реальному ЕГЭ. Следующее. Индивидуальная проверка ваших письменных работ. Наставники, они не просто проверяют домашки, они вам дают обратную связь. Они говорят вам баллы, отмечают ваши ошибки, показывают, как лучше было бы там сформулировать свой ответ или как избежать потери баллов, не написав ничего лишнего. А также расскажут про некоторые алгоритмы решения заданий первой части или второй. Наставник же это человек, который отслеживает прогресс вашего обучения, проверяет все домашки и помогает разобраться с самыми трудными темами. Это своего рода эксперт в биологии, потому что этот человек уже задал ЕГЭ на высокий балл, это 85+, и прошел подготовку, чтобы с вами взаимодействовать в нашей онлайн-школе. По месяцам мы стартуем с сентября, можно приобрести на один месяц, на 3, 6 или 9. Будет, конечно же, дешевле, если брать сразу несколько. Также вы можете приобрести второй предмет и последующий с скидочкой в 10%. Это можно по ссылочке в описании увидеть. Также в нашем годовом курсе будет у вас группа из 30 единомышленников, 12-15 занятий в месяц, 20-24 практических заданий в месяц, то есть сюда идут тесты, либо вторые части, удобные конспекты, личный наставник, скорая помощь, это отдельная группа, куда вы можете всегда написать, получить быстро ответ на любой вопрос по биологии, регулярные пробники и зачеты, и также игровой формат обучения, где я буду вам помогать на протяжении всего курса. Теперь перейдем к теме. Итак, правда ли, что они создали рай? Во-первых, нет, вообще никаким образом это назвать райом невозможно. Во-первых, у них была очень сильная разница в температуре, в зависимости от того, вообще, когда ее измеряли, то есть изначально температуру, конечно же, поддерживали примерно в 20 градусов, но это зимой. Зимой, понятно, там идет отопление, в целом, в целом можно регулировать. А вот летом от 21 до 32 градусов по Цельсию. Это очень сильная разница, которая очень сильно влияет на жизнедеятельность маленьких мышек. Вероятнее всего, там был какой-то естественный источник света, типа окна, который светил и нагревал вот в течение лета. Но об этом мы поговорим позже. Там есть еще вот небольшое мини-доказательство этому. Второе. Они убирались раз в несколько недель. Здесь написано every six weeks or two months. Короче, ну типа каждые шесть недель или два месяца. Это очень, ну типа большой размах, если вы делаете идеальные условия, то сделайте периодическую как бы чистку, чтобы, ну, не знаю, как хотя бы трупики убирать, фекалии и многое другое. В лабораториях в данный момент это делают раз в неделю, потому что там стоит такой запашок, что хочется побыстрее оттуда уйти. Поэтому раз в неделю надо, а они раз в несколько недель и даже не было четкой периодичности. это явно не рай. Не райский запах, по крайней мере. Третье. Была планировка пространства с туннелями и гнездами, которые в итоге охранялись самцами. Представьте, что у вас есть один туннель, который ведет к четырем гнездам, где может поселиться четыре разные самки и там родить. Но что, если один самец встанет так, альфач какой-нибудь и скажет «Мне достаточно одной самки». Ну и вот таким образом планировка пространства она хотя и хотелось бы получше сделать, но в итоге это сказалось таким образом, что некоторые туннели охранялись самцами и там не могли поселиться другие самки. Четвертое. Были взяты четыре самца и четыре самки белых мышек-альбиносов. Они были получены Джоном из Всеамериканского института здоровья. И здесь непонятно, родственники они или нет. А если вы хоть немного шарите за биологию, вы знаете, что близкородственное скрещивание всегда приводит к различным генетическим отклонениям, когда сходятся рецессивные гены и в итоге вылазит какая-нибудь болезнь. А здесь указано, что было четыре пары сорок восемь каждой мышки. Их предварительно выдерживали 21 день еще вот в изоляции, чтобы они там привыкли немножко. И это означает, что изначально их взяли в возрасте 27 дней. То есть они все однодневки. То есть родились в один день. Вероятно, они были из одного помета. То есть представьте, они туда загоняют четыре пары, которые еще и очень-очень близки по родству. Ну вот я бы не назвал уже это точно раем. Также какие были сделаны итоги? Есть такая вот красивая картинка, где указаны различные показатели. Было всего четыре фазы выделено. Первая фаза освоения, когда они адаптировались просто к пространству. B это фаза роста численности, когда они начали размножаться. C это фаза замедления размножения, когда становится поменьше, помедленнее этот процесс. И фаза D это фаза смерти, когда размножение прекратилось, и вот все, мышки доживают вот все оставшиеся свои дни. И в процессе появились три основные такие новые касты, которые были интересны экспериментаторам. Первое это отверженные, то есть так как самцы такие альфачи, они охраняли туннели, то остальным самцам в принципе делать было нечего. Вот они там родились где-нибудь в гнезде, подросли и их оттуда выбирали. Вот они отверженные, эти все организмы, не только самцы, но и самки. Также были самки-одиночки, которые просто уходили и жили самостоятельно. То есть размножаться они не могли, потому что гнезда заняты, самцы их охраняли и соответственно они выбрали более уединенный тип жизни. И были еще самцы, которых назвали красивыми. Они ухаживали за собой, кушали, пили, жили тоже так абстрагировано и не размножались. Что в принципе логично, если такая уже популяция довольно крупная и им по сути размножаться негде. Они не такие альфачи, они не могут себе позволить например охранять целый туннель, чтобы в дальнейшем дать потомство, поэтому они выбрали иной путь жизнедеятельности. То есть они сохраняли энергию и просто жили. Теперь мы начинаем критиковать полноценно. Во-первых, первое пополнение, то есть первое рождение было спустя 104 дня. Мышам на тот момент было 152 дня. То есть так как они все одного дня рождения, то самки здесь уже как бы взрослые считаются, так как фертильность, способность к размножению появляется примерно на 60-80 день. и чаще всего рожают такие мышки уже к 90-му. Это означает, что у них почти два месяца вот этот проскок. В статье ссылались на то, что они долго адаптировались. Но даже с учетом этого все-таки на два месяца адаптация это как-то слишком. Второе. Точные численности мышей на каждой стадии они были не опубликованы. То считали точно только первые два и последние три подсчета. Все остальное на глазок. Ну так сойдется там две тысячи тысячи восемьсот нормально. Так тоже пойдет. И вот они считали неполноценно. То есть мы не могли понять даже кого больше, кого меньше, вот какого пола в соотношении и как все это происходило. Третье. Где же в статье было написано, что 20% гнезд они оставались как бы неиспользованными. То есть они либо там не приживались какие-то санки, либо уходили в другие места, в другие гнезда. Если тут посмотреть, приглядитесь, что они, эти гнезда, в основном вот здесь, здесь и здесь. То есть вероятнее всего источник света шел вот так. То есть он освещал эту зону, что нагревало очень сильно и по итогу там была парилка. Вот. Это одно из предположений, почему там прежде всего были роды. Идем далее. Четвертое. Если много самок, мышек, они находятся вот в одном каком-то пространстве, то у них прекращается экструс. Это часть полового цикла, которое по сути связано с выходом яйцеклетки в брюшную полость и чтобы уже можно было забеременеть. Таким образом они стали бесплодными. И это необходимо в принципе в природе, потому что пока вот эти мышки, женщины, самки не расселятся, они не станут снова фертильными. То есть они, если все в куче, они становятся бесплодными. Если они начинают там расходиться, они снова начинают как бы вот эти яйцеклетки выходить в полость брюшную. Пятое. 1 марта 1970 года, то есть на 600-й день, мне кажется, это тоже было на глаз, все, были зафиксированы последние живые роды. То есть полноценные роды, когда в дальнейшем эти мышки, они остались живы и там продолжали вести свою деятельность. Вот. То есть с этого момента начинается уже фаза D, то есть фаза смерти, потому что размножения как такового не было. Максимальная численность взрослых мышей, она достигала около 2200 особей. Вот. Это означает, что ну, как-то не удалось им заполнить абсолютно все и несмотря на это какие-то зоны они были недоступны для других мышек, поэтому и появились санки-одиночки и отверженные. Седьмое. Молодых в дальнейшем не было просто для рождения нового потомства, потому что они в принципе как бы взрослые и чем старше, тем уже меньше шанс забеременеть. И есть определенная граница, когда они перестают просто беременеть. Поэтому когда мышки подросли, они просто уже не были способны на размножение и увеличение количества особей. Восьмое. Большинство мышек дожили до возраста примерно в 800 дней. Это довольно много в целом. То есть они считаются старичками, но мне не очень понравилась аналогия. Здесь вот снизу написано после запятой, после красной линии, что это эквивалентно 80-летнему возрасту человека. То есть как старики такие. И последнее это то, что вымирающие мышки практиковали, сами понимаете, догадайтесь, и также у них было девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. То есть да, ресурсов много, но вот то, что там было, то есть генетика, какая у них близкородственные мышки или нет, или нет, как бы, то есть тут нужно все рассматривать. И различные болезни могли сказываться по-разному, причем там было, по-моему, что-то в статье по поводу вестибулярного аппарата, что они как-то странно себя вели и ссылались это на, видимо, какие-то отклонения в генотипе, в генах. И также разные СМИ, уточню, здесь это не написано в статье, процветал каннибализм. Да, в целом каннибализм есть, то есть иногда самки съедают своих детенышей по разным причинам, но конкретно в этой статье не было ничего указано, но в других экспериментах этого экспериментатора было написано об этом, то есть это притянули уже за уши. Если не было написано, то не надо было об этом писать в СМИ. Вот. И также по поводу вот этого HOMO. Если люди, не разбирающиеся в науке, они читают какие-то статьи и не понимают, что там написано, например, я выделил красным цветом, единственное, что начиналось с HOMO, это гомозиготы. Гомозиготы это состояние, вот, когда у вас есть рецессивный ген, а маленькая, и еще один рецессивный ген, а маленькая. Или два доминантных гена. И вот это уже гомозиготы. То есть здесь нет никакого HOMO, здесь есть гомозиготы. Но это все перековеркали так, что вот теперь у мышек развилось такое поведение. Но ничего такого не было. Хотя агрессивное, я согласен, агрессивное могло там быть. И оно было. В принципе, на этом у нас заканчивается критика. Я надеюсь, что вам понравился разбор, можете оставить комментарии. И также не верьте всему, и сомнительную информацию всегда перепроверяйте тщательно. Если можете найти первоисточник, ищите, используйте, и всегда критически мыслите. то есть не верьте всему на слово. Вот. Вам большое спасибо за внимание. Также вы можете подписаться на наши различные соцсети. Там я также публикую различные материалы. А больше о подготовке со мной по этому QR-коду. Поэтому я жду вас на своих следующих вебчиках, на роликах. Ставьте лайки и всем хорошего дня. Пока!